Какие-то серо-голубые. Я даже не знаю, какого цвета. Вот как слива, вот как твой рог. Они такие... Да-да-да. Они такие... У них по два или три вот таких вот рога. Да, они мягкие. А у меня твёрдые. Тебе это подарили. Это как по... Тебя я не вижу среди них, Илья. Я вот сейчас смотрю картинку, ту, которая передо мной идёт. Это люди как... Там похоже на юрты, что-то. Ну, не совсем уверена, что форма как у юрт. Ну, что-то, тем не менее, как палатки. И эти люди, они как туземцы. И вот с ними вместе, вот по разные стороны, здороваются, вот здороваются. Люди, которые одеты в форму странную, как скафандры, только лёгкие. И они дают этот рог как знак чего-то. Дружбы, сотрудничества, чего-то. Не знаю, что это я увидела. Я тебя среди них сейчас не увидела. Да, я тебя вообще не увидела. Вот только вот эта картинка. Как мужчина, который, скажем так, в какой-то как... Впереди стоит. У него на голове их что-то всем, наверное. Ну, много вот так. Да, он вот наклонился вот так, и вот как знак дарит. Знаешь, мне этот рог. Не знаю. Не знаю. Там люди стоят. Вот один человек, второй и третий. По-моему, трое стоят в скафандрах. Но не такие прямо, как у космонавтов, а скорее костюмы военные, скафандры. Вот тут куча всяких вот этих вот, как они называются, знаешь, такие вшитые, как, ну, не броники. Я не могу сейчас объяснить. И вот они как в знак чего-то, я не знаю, в знак чего, на такой, как на тарелочке, которая вращается. Вот эта тарелочка, которая рог держит, она сама по себе как вот так вращается в разные стороны сверху и снизу. Технологичный мир, тем не менее. Ну, как, типа, тарелка, да, но она технологичная. Вот она технологичная, да. И они дают этому мужчине, который впереди, они дают этот рог, и при том, ну, вот так видно, что это как знак покорения, да. Или принятия. Вот эта вот картинка, когда я задала вопрос, где они эти рога еще есть, вот это то, что увидела. Ну, это на мне причем так больно. Че этот чувак непропорционально мордой делает белый. Сносительно нормальная или страшная, но белая. А другая половина как просто перетянута, и она вся такая в элдерях распухшая. И он злобный. По-моему, это те, с которыми вот эти сизые воевали. Здесь белые, здесь сизые. Мы пришли помочь сизам. По-моему, это орки злые. По-моему, да. Ну, костюм большой очень. Там человек, по-моему, даже меньше, чем этот костюм. Костюм примерно на два метра роста человека. Выше, чем средний человек. Там снизу какая-то вот как подушка, там где ноги, там где обувь. Знаешь, вот это не высокие такие, не платформа высокая, не каблуки, а вот именно как или гравитация какая-то специальная, или для какого-то бега. Почему-то вот как тела не совсем для той планеты, что нужно в этих скафандрах и вот так вот тюх-тюх-тюх подпрыгивать. Или так просто проще. Может, и подходит для планеты. Может, такой скелет для, ну, экзоскелет для того, чтобы проще было передвигаться. Костюм такой. Ну, меня не поймали. Делаю. Ну, если что-то делали, да. И не очень приятно делали. Тебе куда-то его нужно было отнести, этот рог на тарелочке? Не знаю. И что они со мной делали, как резали. Вверху. Такими полосками тонкими разрезали. И разрезали. Такое впечатление, что вот такие тонкие, как на лапшу такую вот, надрезы. Раз, надрезы. И аккуратно так. Это кожа. Они эту кожу как-то в себя вживляли. Был такой. И там, ну, не метаморф, а они как впитывали в себя убитых. Это не просто война, кого-то с кем-то. Они как меняли суть. С ДНК игрались. Впитывали в себя целую энергию. Почему-то ты говоришь и с феей испугалась и спряталась. Вот у меня за спиной раз и все. Так я просто увидела, так жух туда, что не так со сфеей. Чем этот мир ее напугал. Спасибо. Они все поглощают. Это же хаос. Ну да, хаос тоже, когда убивают, меняет. Ну хаос не убивает, а те убивают. Ну да, он не убивает, он поглощает врага, скажем, трансформирует, да. Но почему она испугалась? Что-то ей этот мир очень не понравился. Наверное, он и хаос разрушает реально. Если может что-то разрушить хаос, это будет суть. Это все поглотители жизни. Они какие-то такие худые, у них вот плечевой пояс вот такой, тут много костей, бедра много, а ребра как или узкие, или вот эта вот часть, они странные, или худые очень, или узкие. Наверняка была. Не знаю. Когда холодно чувствуешь, потому что замерз, боли не чувствуешь. Да, и вот. Первый лед, одна. Половина, надо. Родой, льдом. Мы уже внутри. Это другая планета. Нужно. Все. То есть. Вживил. Там можно было вживлять. Я как вживил себя часть тех, которых было несколько таких, то есть вживил себя, типа связь с ними, плюс я стал таким же, как они. Это планетка, где можно было играться с геномом, менять геном. Изначально ты был другой совсем. Полный человек. Пяти люди. Что они свои тела могли лепить, как из пластилина. Да. Хотели один рог, хотели семь рогов, хотели там, что хотели, то и лепили. Только нельзя было брать массу другую, только из человеческой. Ну, то есть, если они делали рог, значит, ребра становились уже, условно говоря. Если делали длиннее ноги, тогда что-то другое. Не то, что они могли до бесконечности с массой играть, они могли играть только на том периметре, ну, на той массе, которая у них была. То есть, вылепить могли только из условно. А те взломали другие, это как они же, только белые. Они взломали ограничения. Они изменились. Они начали добавлять... Они как орки большие, да? Да. Они начали добавлять массу и приживлять другую массу. Другая масса приживалась. Они как взломали кону. Такое впечатление, что они какую-то биологическую массу просто брали и к себе. Бля, да. Условно говоря, взять чью-то ногу, оторвать и переработать, себя усунуть. Да. И стать... Да и стать больше, там сколько там нога, 5 килограмм весит, допустим, стать больше на 5 килограмм. И свойства другие, неправильные, да? Потому у них и были уже мутации пошли. И они не могли отказаться от этого. Раковые опыта. Большие. У тебя в себе. Они большие были. Угу. Селые большие. Уборки. Умер. Зашла. Они в каждой коллапс устраивают, как здесь потоп, когда приходят. Здесь же тоже был ужасный коллапс. Это потоп, это исчезновение всех людей. Такое впечатление, что этим... Здесь было вторжение, а там что-то свое. А там не было вторжение? Там тоже какая-то, посмотри. Там как земля разделилась, и вот эти люди мутировали, что одни, что другие, чтобы выжить. Впечатление, что как раз грабили полностью планету. Ну, не рою в нынешнем. Нет, нет. А что-то произошло, да? Не рой. Ну, вот решили эти ломать, обойти правила, ограничения. По-моему, из-за них это и произошло. Угу. Катастрофа. Это не было вторжение из вне. Это была внутренняя какая-то проблема. Они начали храпать все больше и больше, и уничтожить. Они начали быть тем, кем не должно быть. Они начали подсоединять к себе других людей, и на этом паразитировать. Именно они начали расти за каннибализм, по большому счету. И каннибализм, и просто они как начали вот, знаешь, условно, были охотники, ну, жили в лесу в гармонии, и могли мутировать, заменить геном. А эти решили применять геном зайцев, и сначала вот небольшого, чтобы нарастить свою массу. Потом начали друг друга, а потом начала война с истокровными, условно, которые не поддерживали, не винились. Как эльфы, условно эльфы, да. такие синие кожи, условно. Да, да, они реально, они реально могли просто лепить свое тело как пластилин, но в тех параметрах, которые есть, могли там, ну, как-то изменять. А те, поскольку начали вампирить других, то у них какие-то свои исконные, гармоничные свойства потерялись. и они пошли по пути паразитисты, начали жрать, жрать, жрать. И уже им, чтобы вышли, нужно было кого-то жрать, присоединить к себе. Они стали паразитами. Ты понимаешь, они как начали распадаться, и собственная структура уже их не держала. Да, им нужно было больше и больше, ну, все. Они уже начали воевать, чтобы просто проживать. Там реально, там реально как с животных каких-то начали. Угу. Какие мы? У пять человек прилетели, несколько человек. Пять. Откуда могли прилететь? Просто разведок не местные, вообще, вообще не местные. Вообще, не такие. Даже не принадлежали к той группе. Это маленький такой, ну, планетоид, не знаю, кораблика. Какая-то, как это называется? Разведательная миссия, что-то такое. просто исследовательская даже, не военная, ничего. И обратно лететь, уже не было смысла, решили. Какая-то станция, во, какая-то станция на каком-то планетоиде, на чем-то, какая-то научная, ненаучная, ну, какая-то станция. Невоенная, да. Невоенная, наблюдали за чем-то, за каким-то сектором, за чем-то. Солнце какие-то, звезды какие-то, неважно, за чем-то наблюдали, просто вели наблюдение для чего-то. Придели туда, не вмешиваясь, поняли, что какая-то херня, и спустя. Что-то там на той планете начало истончаться очень сильно. Мы начали ловить сигналы, как затухающие или умирающие звезды, что-то такое. Что-то биологическое. Это же все связано. Планеты живые, люди живые. Конечно. Мы просто полетели посмотреть, что там. А мы жрали. Пожирали. Начали жрать. Ой, как они меня так поймали, а как-то поймали, твари. Но я стал для них ядом. Как всегда. Поэтому пожирание закончилось. Они мои полоски наклеили себе тоже. на 40 человек. У них там был какой-то один главный лидер, один даже не женщина, а мужчина. Белый, большой, да. Вот я его видел. Один такой треугольный глаз, другой какой-то заплывший. Небольшая голова, половина головы большой, куда он наклеился. Мультираны ужасные. Я вот смотрю на него. Станки такие. Да. Помещение какое-то странное. Высокое. В смысле потолки высокие. Босиком они ходили, что ли? Там не нужно было. Этим еще нужна банка специализованная. Эти все мутанты. Да, у них уже этических ценностей не было каких-то. Градировали. Не рассчитали, что чем больше присоединяешь к себе чужого, тем больше свойства этого чужого придутся. Условно присоединили себе части обезьяны. Мозг стал частью отвечать мозгу обезьяны. вот так. Сейчас вот эти местные вампиры не понимают, что забрали себе почки другого человека и ДНК другого человека. Их стала энергетика приливаться в крупный мир. неги баланс все равно остается. Пусть уберут какие-то свойства у них меняются. Их вижу. Их там много. В этом белом здании человек сорок. Я тоже цифры портает. Я на сорок человек расподелился и что-то так в конвульсиях. Плохел им что-то. я еще был жив но ему же попросило. Кожи с тебе слезали. Угу. Не. эхо. Да больно но так не сильно кучки круче. Врач эти просто пытались выпить энергетику душу через ДНК собрав все ДНК и перетянув душу. Что-то не получилось. как распадаться начали горить. Сжигалка боротинкам что-то не игрушка. ты жив был. Угу. сознание даже. Тепло но мелочь аккуратно с вот именно кожа нужна их кожа уже начала отпадать. они же форму начали тереть она начала полностью отпадать. Помнишь как умер там? Ну похоже так умер нет. Я только вижу эти корчатся. Этот главный злой. Я даже какое-то чувство удовлетворения как и надо все по плану. Придут. Я не хочу тебе рассказать я хочу чтобы ты видел выполнение не я тебя вытаскивала. там была с этими пятью я себя вижу в этом скафандре как мы бегаем. Это не единственная жизнь. У вас там всего пятеро было. пятеро было. У нас Так а я там больше женщины не вижу. Может на плане пятеро пятеро я уже такой немолодой. Под своим параметром пожилой это может быть 35. пять. Ну рок что-то болел рок прям как-то все еще это было спецоперацией. Я поставил это рок себе изменить мою дынку. стала входила туда но я как отраву им в своем виде дал. Лечение нет. Тебе нельзя же было так как они это они были люди пластилин лепили свои тела ты же не мог лепить тебе нужно было как-то вживить этот рок и как от чего-то даже отказаться хотя вряд ли тебе не нужно было массу менять это же все равно было чужое ну как врос да кожу вот так как надрезали вот так по по самых больных месту и жопа макушка конечно да ну верх позвоночника низ позвоночника так такое впечатление что я была каким-то биологом иди биолог эти мутации все ты изучала да что-то вот такое на этой на этой планете на которой именно этот планетоид это астероид где у нас база была мы там как выращивали что-то вот такие вот как оранжерея что ли как бы какие-то растения опыты какие-то как что-то будет расти там там ну что там а я как на ауры планет смотрел на излучение их да обратили внимание что что-то начало меняться какое-то это была просто станция научная без какой-либо миссии там такой особой военной или какой-то это была не армейская никакая нас там было совсем мало какая-то женщина за пультами осталась по-моему там один высокий был очень мужчина он какой-то странный был наверное с нашей планеты тоже они были мужем и женой а еще один был не так не не жарея было пустоты были как раздвигал ауры течение помню помню этих людей помню помогать ну да они понимают что все нравится на такой красивой тарелочки окаменевший старый старого лидера когда-то был главным это для них святыня вот это не знаю что это было их святыня они тебе как свои святыню дали просто просто дали а любили я должен принять как часть их впечатление что чем-то таким черным тебя замазывали ужасным как золой или землей или чем-то там дешевый подкор это кости поменялись вот пошли блестки и раз легче кости подстроились под те кости мой линка тоже изменил спином нет тогда он не болел сейчас болел увидела тебя лет 36 может даже 38 взрослые с рогом красиво наверное бегал по коленю грым грым правильно они сказали что они сами проведут эти туземцы они тебе это операция делали по их какому-то обычаю я уничтол в доме шина я говорила что ты сумасшедший ты умрешь от какого-то заражения вот это помню злая кута это было достаточно независимое не очень да нормально впечатление что строение как людей волосы все так же чем две руки две ноги так каштановый не темный каштановый и хвостик такой вот так высоко так собранные волосы как в пучок гладко гладко никакого оружия практически оборачиваюсь когда заходит кто-то в оранжевее и оборачиваюсь вот вижу кто-то стоит и я там показываю что-то у меня там лучше что-то хуже не то что кто-то проверяет а с кем-то делюсь просто да оранжерея была моя еще какие-то там микроскоп что-то не такой как у нас микроскоп вот такой и пропало почему а теперь не знаю я ничего не делала там как приборы но как стекло на него можно выводить изображение так можно увеличивать дальше глубже плыть по форме вот так как контейнер вот такой квадрат сюда сюда я сюда я вложила допустим листочек или на что-то наводила и что-то там высчитывала не знаю что я там высчитывать могла ну да врач был, ты наблюдал за планетами. Я была биологом. Шесть или пять человек было. Подбирали экипаж таким образом, чтобы все между собой ладили, чтобы никаких конфликтов не было. Потому что закрытое социум невозможно, если какие-то конфликты. Не уверен, что... Две женщины были. Не уверена, две женщины были. Какие-то прикантные подробности вспомнили? Нет. Какой вот научный подвесчик. Каждого по две специальности. Она за пультами сидела, эта женщина, просто как диспетчер, связь с кем-то. Вот нужно же было с какой-то землей, ну не с землей условно, а с теми, кто... Да, она вот именно за связь отвечала. И когда мы высадились, она там и осталась. Она не смогла, ей нужно было кому-то принимать дальнейшее как-то связь держать. Вот она там и осталась, эта женщина. маленькая такая, худенькая. Угу. Да, у меня чуть изменился после. Врачом был мужчина, еще что-то он был. Какая-то профессия у него еще была. Он какой-то смуглый очень был. Ну, не некр, конечно, но смуглый. Ты не врач, ты за планетами смотрел. Да, астронавигатор есть. Да. Он, он, он был врач. Мужчина. А повара там не было, потому что не готовили. Там ели как из контейнеров брали и все. Ну, еще раньше оранжерея, наверное, больше научная. Хотя, может, что и врачи. Да, что-то как огурцы или авокадо такой формы, что-то висело. Я серьезная такая. Почти не улыбаюсь. Может, меня эта баба бесила, пока не знаю. Изменилось что-то, свечение какое-то, что-то как затухающее и очень быстро. Не то, что обычно, если какая-то планета, звезда несет какую-то там, ну, авария происходит, это происходит более-менее медленно. А там что-то, как начало выключаться очень быстро. Как начало вот снижаться, снижаться какое-то свечение. Да, нам было интересно или нужно было. Мы как отвечали за тот сектор какой-то, знаешь, не знаю, сектор галактики, там, сектор чего. Вот мы за этим сектором наблюдали. как, знаешь, в части биологии тоже аура была. Да, можно было радиосигналы так и биологически увидеть, да. Как свет от звезд, так свет от планет, только на уровне биологии. и оно стало погасать, как умирать, как трагедия. Да, мы решили посмотреть на той планете, где они не были совсем отсталыми, то есть, они знали о том, что на других планетах живут условно люди, и наш визит для них не был, вот, вау, там боги белые, светлые какие-то или зеленые, неважно, спустились. Они знали, что люди есть, и был установлен как контакт. Просто, знаешь, как на многих планетах живут люди, и не трогают друг друга, пока это нет необходимости. Может, незачем, да. Незачем, да. Планет много, жить можно везде практически. Как-то мирно все там было. Злые мутанты. У нас именно как изучение космоса какого-то, ну, своего там сектора какого-то было. Мы как не вижу там среди наших вот каких-то воин или что-то такое. Среди наших точно военных не было. Значит, не было. Если бы была где-то база, нужно было бы защищать своих членов, скажем так. Все как-то наука решалась. У нас не было. А там все, там даже у нас не было ни оружия, то есть мы не боялись какого-то нападения. Если бы были какие-то вражеские там, то скорее было бы оружие. А там не было оружия вообще. А у нас как какое-то минимальное что-то. Вот, ну, на уровне шокера там какого-то вот что-то. Отпугивать. Отпугивать, да. Вот что-то вот такое не больше там. Да и у тех по большому счету какие-то дубины, понимаешь? Да. Как мачета какие-то, дубины какие-то, какая-то такая ерунда. Я вот не могу поверить, что мы как попались. Нет, как ловушка для них. Они должны были меня съесть и все отравиться. Что и произошло. Мы почему-то остались четверо, а ты один где-то делся. И пока мы рванули за тобой, уже было поздно. Они меня съели, да. А я как знал, куда шел. Такое впечатление, что ты чуть ли не встал и ушел от нас. Угу. Что-то понял и пошел, да. Угу. Думал, думал и понял. А потом все-таки же было свойство менять геном, я свой геном уже благодаря этим поменял так, чтобы стал ядом. У тебя начали изменения происходить. Те, которые мы тебя спрашивали, о которых не говорили. Ты начал чувствовать, что внутри какие-то изменения от этой ерунды, что у тебя на голове стали происходить. И поэтому ты как ушел, ты боялся, что оно... Зачем ты вообще на это согласился? Это же было, ну, непонятно, как бы оно было... Эксперимент научный. Прореагировать, да. Там как мысли подчинялись. Это как антенна была тоже. Да, да. Я чувствовал все, видел и понимал чуть ли не всю биосферу. Впечатление, что ты просто с открытыми глазами смотря, ты видел, как другие слои, знаешь, ты видел, как ауру, ты видел, вот чувствовал все так, Я понимал, что происходит, да. Да, так как они все, эти люди тоже чувствовали. я просто чувствовал, происходит. И стал ядом, принял решение, и тело откликнулось, и тело стало ядом для них, я пошел и дал им этот яд. они тебя не съели полностью, они начали умирать раньше, чем смогли бы тебе съесть. Я помню этот мужчина у нас, который был один такой здоровый, здоровый, высокий, он, ну как здоровый, я была вот ему по плечу почти, как на ранец на какой-то, он тебя нацепил, ты еще жив был, ну по-моему по дороге ты умер. Мы тебя выносили. Уже незачем, я функцию свою выпал. Нам нужно было на какой-то вот куда-то добраться, вот и... Так увидел, что я тебе помираю, это все. Ну что там немного было, но дальше уже вот эта сама идея на этой планете не могла бы развиться. Сама идея этого вампиризма как на полевом уровне прекратилась. Теперь любой, кто чужой геном присоединял, умирал. Ты обнаружил был там свечение каких-то между галактиками или во вселенной, не помню. Я помню, что такое огромное, как овал такой вращающийся, постоянно двигающийся, как центр или не центр, ядро, не ядро, что-то галактики. Ты за этим тоже наблюдал, не только за этими планетами, и ты почувствовал, что оттуда какие-то волны идут. Почему вот это ядро начало меняться от того, что планета перестала синхронизироваться, не знаю. Как ты это выяснил? Такое впечатление, что научно хотел доказать, что существует какой-то высший закон, высший порядок, который поддерживает гармонию всех планет, и который поддерживает равновесие. потому что такое впечатление, что ты прям записал как стоны какие-то. Вот он стонет, или есть какие-то волны, которые можно расшифровать вот-вот-вот. Еще по большому счету в биосфере. Если они исчезают, остаться в других уровнях, либо все связано с... Там как-то прям был наглядный пример, да. Какое-то излучение перестало. Волны какие-то. Да, да. Ты их как записывал, оно, ну, как сказать, как может вселенная стонать, я не знаю, но вот такое впечатление, что как звуки какие-то шли, и вот это вот ты за этим наблюдал, почему это происходит. И пришла идея о том, что существует некая функция, которая является балансом, гармонизатором чем-то. Ты об этом много рассказала. Угу. Семнадцатичка. Похоже, я говорил теорию, но чуть иначе. Иначе это. Умный человек. Ну, короче, много кого у них. Сам стал этой первой на контакте, понял, что это нужно выправлять, и выправил. тело среагировало и пошел. Встал яд. Скорее. Ты, когда тебе вот эту ерунду уже видит, ты стал чувствовать, как связь со всей планетой. Со всеми живыми существами. Какое-то понимание тебе другое пришло. И впечатление, что ты уже был не совсем человек. Тебе уже, ты принял решение, что мутация идет в тебе, и тебе нужно умереть, условно говоря. Потому что уже на прежнем. Мутация меня вывела на следующий уровень, и уже на следующем уровне, условно, от имени Коны, я понял, что это за радость, и что ее нужно собой пожертвовать. Но это не собой, это гармонизация было устранение проблемы. Ты внешне даже начал меняться, я помню. Так. себя очень хорошо вижу, да, тебя вижу. Кожа начала как-то трескаться, как-то пересушиваться, что ли. Первые изменения это сразу как снаружи, как аллергия какая-то, как дерматиты какие-то, что-то такое. Первое, что пошло реакция, это по коже пошло. Как такая мраморная сетка внутри кожи. И себя вижу очень хорошо, капец. Вот реально очень хорошо себя вижу. ты не записываешь, нет же? Записываю же. Потом мы снова либо не вспомним, либо это будет не так. Мы уже пропустили кое-что. Зачем? болит. Так сейчас болит. Эта штука дала еще и живучесть, то есть просто сдирание кожи не убило меня. Но как регенерировалось. Вот потом какую-то кость меня в одной уже пытаясь убить. У него это такая полрука полбивень был. Это их не помогло. Ты уже как без сознания был. Когда мы тебя нашли в полу-полу. состояние в полу-полу. Как-то он тебя закрепил. Ну а как там с носилками бегать что ли? Несколько километров пройти условно он тебе к спине вот так прицепил. Ты спиной к его спине а лентам наружу условно говоря. И он тебя нес. Темный высокий да. Да темный высокий. с глазами темными тоже черные такие глаза. Он не на негрика похож. Его хорошо вижу. Губы пухлые. Но не негр. Но такой вот глаза большие темные и губы очень такие пухлые. он по-моему и был доктор. Инженер какой-то. Биоинженер что-то такое могло быть. У меня должна была быть последняя там командировка и просилась чтобы меня перевели оттуда. В итоге перевели. Как последняя вахта там сколько полгода там или 10 месяцев не очень часто менялись люди. С некоторыми встречались раньше с некоторыми не встречались команды как менялась чтобы не было конфликтов чтобы те которые давно друг друга знают могут конфликтовать помещения закрытые узкий социум чтобы не было конфликта у людей меняли. Я и этот высокий с черными глазами мы были новые в команде. Нас двоих перевели а вы там уже были раньше. это другая женщина была твоя жена? Может быть. Ты чувствовал бы ты чувствуешь? бородка небольшая иногда это помню. Волос такой с рожинкой чуть-чуть светлый такой медный чуть-чуть цвет. Почему купалообразный не знаю. На планете? там все природоподобное такое. Нас увезли туда всех вместе как смена. в каком-то не знаю как это называлось. Мы знакомились друг с другом. Вы уже четверо знали друг друга. Я никого не знала. Этот черненький как кого-то из вас знал. Тот самый высокий. Он уже как был когда-то с кем-то пересекался. никого не знала. Меня туда одно направили. Я самая молодая там была? Выиграла какую-то как знаешь это ну как тендер трест лотерея не знаю как место большой конкурс я выиграла туда. Я где-то молодая я где-то после института лаборантка какая-то где-то на большой планете жила. Аспирантка на большой планете жила. Культ науки был. Планета наука. И там как конкурс был какой-то большой что на эту станцию. Меня туда подобрали туда подбирали если не семейные нет детей никого нету что без проблем там 10 месяцев где-то побыть. По-моему все-таки на уровне 10 месяцев не очень часто летали туда эти и не очень редко то есть не 30 лет нет нет в этом транспорте знакомились не эта женщина была старше ей было 42 года худенькая такая немножко подтянутая не не была она была худенькая подтянутая и такая нос с горбинкой очень такой крючка обратной немножко но не то что она страшная была просто описывает как она была ты не смотрел сериал доктор хаос это девочка но эта девочка которая там была с хаосом это врачиха как ее звали я забыла помню я самого это неважно планета там несколько планет а это была планета такой ну научный кампус наукоград скажем да с которой я была да там где я работала какой-то большой не знаю как город весь считался одним институтом чуть ли не огромный такой и я там оттуда подавала заявки вот меня туда выбрали но я была повернута на том что ну не семье ничего не нужно нужно только учеба ну наука что-то вот такое было важно очень радовалась когда меня туда отправили мы не планировали устрашиваться была моя спонтанная не планировали с тобой наоборот спорили но не спорили там как бы не было такого что спорить свою точку зрения высказывали что там стоит подождать там несколько месяцев буквально там месяц и уже должны были прилететь просто нужно в этот в центр там ну передать информацию что вот такие такие проблемы и там когда прилетят следующие меняться и прилетят с ними как какой-то вот дополнительный изучение да 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 какие-то люди нет для планетарного изучения мы решили туда там буквально месяц еще нужно было вот буквально месяц ты сказал что продвижение очень погубные очень быстро идут в течение там допустим десяти суток идут вот какие-то очень-очень большие изменения что за месяц это будет там настолько то там какая-то дыра откроется еще больше ну что-то об этом и тогда приняли решение но все думали что там ничего страшного эта женщина которая там была она как осталась на пультах да а я ну во-первых мы не думали что это опасно во-вторых это экспедиция на высадка на планету я как биолог мне могло быть там очень интересно что-то вы меня взяли вот из-за того что у меня был чисто научный интерес кроме того это могло быть ну что-то связано с биологией условно почему планета так резко начала умирать мало ли что там произошло не только планета там как целый сектор потому что он как в резонансе был да какое-то как излучение биологических веществ оно и как-то резонирует с каким-то ядром ядро с звездой и от звезды как излучение накрывает весь сектор то есть то что происходит на одной планете плохое если на некотором уровне оно как накрывает весь сектор и загибаются все да если просто там на планете какая-то мелкая война то это одно а если планета гибнет то это уже отражается что-то на сути биологического да я знаю что у нас сейчас происходит если вот паразитизм адренохром как накрывает весь сектор смотреть в те приборы высадились какие-то как горы там были как плата и такая мелкая но это не щепень камень такой мелкий вот такой поломанный когда идешь под ногами осыпалась а у нас это обувь была мы как прыгать там хотели не знаю зачем но она не была на том плане той день где мы жили там другая была гравитация где мы работали и там она была удобна она не была рассчитана для того и вообще одежда была не рассчитана на то чтобы мы высаживались на других планетах поэтому помню что не очень удобно было идти какие-то как вот палки такие сейчас на вид можно сравнить есть такие солнечные батареи ставишь они втыкаешь землю они там в нем загораются ночью горят заряжаются а там горят и впечатление что такое же что-то ты устанавливал вот шел и тыкал 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 что-то оно там замеряло через какое-то расстояние там новый датчик это датчики какие-то были научная миссия и какой-то мужчина говорил тебе что вряд ли мы что-нибудь там найдем стоит возвращаться а ты говорил что если мы задержимся на несколько дней то ничего страшного в этом не произойдет это женщина которая там справится ну а мы вот тут раз уж прилетели нам нужно разведать ну они в принципе знали да и мы знали кто там живет как атлас какой-то был где обитатели всех вот этих миров были записаны мы в принципе знали кого искать и кто там живет это страна какая-то ну не страна планетка какая-то была но я не могу сказать что отстала но знаешь такое впечатление что когда-то давно ее облюбовали какие-то вот те которые имеют технологии но против цивилизации а хотят жить вот знаешь как у нас дауншифтеры или что это как была колония первичная каких-то других людей но это было очень давно и они вступили в взаимосвязь со вселенной ну с этой планетой они как-то могли подстроиться что они стали люди пластилин они начали менять себя начали лепить но они были люди пластилин только в хорошем смысле да а это пластилин чужим они мы мы с ними разговаривали я помню что они очень много рассказывали очень интересно не была их речь похожа на речь дикарей они разумно все рассказывали о таких вещах о которых ну допустим мы очень малое понятие имели они рассказывали ну про все все вот понимаешь мы видим допустим просто вот цветок растет они говорят что у этого цветка есть 7 цветов или 10 цветов 12 излучений выше больше да 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 а как это знают у них вот есть настройка есть связь это конечно хорошо но оно меняет ты не боялся делать эту операцию потому что когда-то очень давно перед тем как они родились их родители или деды кто-то из первых колонистов делал себе операции по вживлению и потом уже они полностью произошли все от мутированных то есть это не было страшно это не было так ужасно потому что изначально когда-то давно это уже было сделано они они как какие-то колонисты на той планете не вырабатывали технологии они некоторые технологии они как собой привезли они прилетели с того мира который был достаточно развит раз у них была возможность путешествовать между планетами да но они когда он шифтер реально они туда как дикари затяжелет из природы да 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 это был из городов выйти условно полностью на природе да да я просто же да да тот термин который применим да да как-то применим хотя бы чуть-чуть чтобы это объяснить но на некотором уровне это не дауншифтер это вообще выехать поднялись да ну вот и они рассказывали как все устроено они видели намного лучше и они рассказали что эти способности у них развились благодаря вот такой вот мутации и потом между ними их не было потому как много что это было как одна колония просто планетка была как не заселена но она не была там разумной жизни и они как высадились там ну условно сотня человек там или сколько их там высадилось и пусть это уже было третье поколение ну некоторые умирали некоторые рождались и их не было там такого огромного количества а то что они между собой на два лагеря разбились это просто члены одной этой колонии если можно так сказать разбились на две части и те ушли потому что начали проводить свои эксперименты начали свои какие-то начали паразитировать вампири ломать природу поэтому да поэтому их и не было много поэтому уничтожив тех условно сорок которые были ты был уверен что уничтожил всех потому что у них были данные о тех кто ушел там возможно кто-то умер но это не то что непонятно сколько живет в Новой Зеландии условно говоря там они все знали кто там ушел и они начали уже нападать да да они начали нападать потому что они просто как изгои они просто ушли но какие-то технологии какие-то скажем я не могу сказать что это электростанции но что-то техника какая-то то что было привезено тоже осталось у тех которые остались им нужно было выжить они уже начали помирать просто так они не могли просто жить им нужно было свежее мясо кровь и это да они да у них там было вот эти люди которые я сразу как дикарей увидела да третье поколение примерно у них там как огородики свои какие-то были маленькие но они выживали за этот счет это не то что они ели консервы которые привезли на 300 лет назад там условно они уже слились с природой они были частью природы да мне вот идет что вот эти вот которые там как старейшины это было третье поколение хотя если он знает может 30 не важно да не важно важно что они были как люди только чуть-чуть погленные это было очень интересно у меня были какие-то маленькие пластиковые контейнеры и такие же пластиковые лопаточки растения я какое-то хотела выкопать и девчонка из тех которые там жили меня за руку вот так взяла и сказала что если бы я видела как оно на самом деле выглядит я бы его никогда не разрушала если бы мы сейчас видели все как оно на самом деле выглядит были уже другие мне иначе вот она меня за руку вот так хватит ну не без агрессии а просто остановила такая маленькая лет 11 наверное не совсем девчоночка ну с такими вот ну не косичками а вот такие у них были антенки да они красивые и интересные у них такие излучения я потом начал чувствовать из себя когда что смотрю мечения а те вот именно орки не вампирят они жрут я им антидот антивирус дал чтобы они исправились ну распалито и души это же круто если много знаешь я умная была ну ты и сейчас прям вообще вот ты умеешь так сказать комплимент блин что непонятно ты говоришь умная 1-0 играем дальше ну раз ты выиграла большой контур конечно умная начитан была наша станция он был абсолютно безлюдный и абсолютно беспочвенный он был пустой голый камень как ветры постоянные ветер там постоянные дулы постоянно все выдувало мы не выходили за периметр не за периметр а вот на улицу мы не выходили если прилетал корабль как шлюзы какие-то швартовался прям к этой лаборатории наша была похожа на как молекула если смотреть на нее вот один такой большой круг второй третий четвертый между собой длинными проходами соединенные вот таким образом жили там купола да они были практически прозрачные и ветер там очень сильный был невозможно было выйти на планету ну не на планету а на этот астероид как он там назывался постоянно как холодно очень сильный и ветер но там не было воды поэтому не было там снега или чего-то такого иния этого не было потому что не было вообще никакой влаги сухо космос угу там ничего не было там не было ядра там это просто обломок огромный какой-то был да полтался большой кусок скалы более-менее ровный поверх да а это дом где мы жили он какой-то был как каркас на его ну не дом а вот эта вот лаборатория ее можно было каркасами увеличивать уменьшать разобрать как лего условно говоря и перевести было похоже что была какая-то связь как видео можно было с кем-то связаться в какое-то время но это была хорошая технология я не помню у меня по-моему вообще ни родителей никого не помню даже не помню чтобы я с кем-то связывалась как-то знаешь все в науке ребенок из пробирки ну они наверное они наверное были но в том возрасте когда я уехала в том периоде я их не чувствую не помню чтобы я с ними прощалась хотя я очень хорошо помню вот это здание большое где нужно было встречала какая-то группа а группа людей как военные двое или трое какой-то ну это униформа это не военное они встречали проводили туда туда вот на посадку туда на посадку туда как что-то вот вот это вот помню я с этим чемоданчиком помню какой-то такой как кейс что-то у меня было какие-то вещи можно брать по-моему там одежда было прям там уже завезенное какое-то это какие-то личные как вещи совсем небольшой такой чемоданчик я оглядываюсь мне все интересно вот команда которая летит все летели мы туда все прилетели шестеро человек и те кто были все шестеро улетели там как вроде бы вот один день на какую-то адаптации ну чтобы там пол сдал после принял условно говоря и вот на следующий день этот космолетик или что это было улетал там как как в троллейбусе друг напротив друга сидеть нужно было зачем не знаю ну вот вот так сидение и вот так сидение я помню когда я летела этот кейсик это какое-то устройство типа нашего ноутбука но это не ноутбук был я там что-то высчитывала что-то писала записывала что-то вот реально вся в науке была мать как скажешь что-то